Бисмиллах и хамду лиллах. Салату ассаламу аля Расулиллах и аля али васхаби и аману аля маба. Продолжаем наши вступительные уроки к науке Тафсира. И как мы говорили, эти уроки являются важными и не должен требующий знаний. И вообще тот человек, который хочет ознакомиться с Тафсиром, сразу переходить на Тафсир Урана и слушать сразу Тафсир определенных сур. Но необходимо ему прослушать и пройти те уроки, которые являются вступительными к этой науке, для того, чтобы у него было общее обозрение о той науке, которую он собирается изучать. И это ему сильно облегчит само понимание того Тафсира тех сур, непосредственно, которые будут уже изучаться в дальнейшем. Так, сегодняшний второй урок из серии вступительных уроков к науке Тафсира касается понятия манагич аль-муфассирин. То есть, манаги различных муфассиров в их Тафсирах. То есть, чего придерживались различные муфассиры в их Тафсирах. И вот эта вот тема, манагич аль-муфассирин, вместе с тем, что она является важной, мы решили разделить ее на два урока все-таки. То есть, сегодня взять важные моменты, которые касаются вот этого понятия манаги аль-муфассирин, то есть, что является манаги различных муфассиров и что это вообще такое. А завтра, то есть, имеется в виду на следующем уроке, уже взять, конкретно пройтись по различным, самым известным и самым важным Тафсирам. То есть, изучить, допустим, вкратце Тафсир и Бнукафир, Тафсир, кого Аль-Багауи, Тафсир, допустим, Маорди, Тафсир, Шавакани и тому подобное. И пройтись по этим Тафсирам, уже определить, каков манагич, то есть, этих муфассиров, которые писали Тафсир, то в смысле что? Что значит манагич? То есть, имеется в виду в данном случае, как они написали свой Тафсир, как они его построили и тому подобное. Упоминали ли в нем Исраильяты, упоминали ли в нем Иснады, Хадисов или нет и так далее. Также будем изучать, какова Атыда этих муфассиров, для того, чтобы у нас было общее обозрение и общее знание о том, что представляет из себя каждый из этих известных Тафсиров, чтобы тебе уже было понятно и известно, куда, что называется, идти, а куда идти не стоит. Или если ты хочешь, допустим, какой-то конкретный момент в Тафсирах, то будешь обращаться к этому Тафсиру. Хочешь другой какой-то момент, уже в этом ты знаешь, что его здесь не найдешь, пойдешь к другому Тафсиру и тому подобное. Эта уже конкретизация придет иншалла завтра. А сегодня будет общий урок относительно темы манагича муфассирин, то есть мингач или мангач муфассиров, как они строили свои Тафсиры и тому подобное. Первое, что необходимо сегодня отметить, это то, что такое вообще мангач аль-муфассирин, что поднимается под этим. Когда мы говорим мангач муфассиров, различных муфассиров, под этим подразумевается то, на чем были эти муфассиры, из автоиды, из вероубеждения, какого вероубеждения был каждый из муфассиров правильного вероубеждения или неправильного вероубеждения и тому подобное. И чем его Тафсир отличается от других Тафсиров, а также чем он схож с другими Тафсирами. Вот это изучается наукой или под наукой Мангач Амуфастири. То есть, во-первых, убеждение самого Муфастира, то, как он построил свой Тафсир, и то, чем его Тафсир отличается от других Тафсиров, и то, чем он схож с другими Тафсирами. Зачем эта наука важна и зачем это знание важно? Почему? Потому что на сегодняшний день большое количество Тафсиров нас окружает. То есть, сразу несколько сотен Тафсиров имеется на сегодняшний день. Либо в изданном варианте, либо в варианте рукописей. Так или иначе, эти Тафсиры исчисляются не только десятками, но и их больше сотни. Поэтому человек должен уметь определить, какой Тафсир является правильным, какой Тафсир является Тафсиром заблуждения, какой Тафсир касается вопросов, допустим, Фитха больше, какой Тафсир больше касается языковых вопросов и аспектов и тому подобное. Это то, что изучается вот в этой поднауке, мангач муфастиров. И здесь же необходимо отметить еще один момент, то есть в первом сегодняшнем пункте, как нам узнать, какой мангач у муфастиров. То есть, каким образом это узнается. Можете у себя отметить то, что это узнается двумя путями. Мы забыли упомянуть, что наш сегодняшний урок во многом строится на лекции, которые давал шейх Салих Али-Шейх относительно этой науки. То есть, многие вещи, большинство вещей, которые мы сегодня будем приводить, взято из его лекции. Так вот, как определить нам мангач каждого конкретного муфастира? Для этого есть два пути. Первый путь. Либо сам муфастир указывает на свой мангач в своем Тафсире. Чаще всего это делается в муходдимах, то есть во вступлении к Тафсиру. То есть, автор Тафсира пишет сначала к нему вступление, в котором указывает цель написания Тафсира, зачем он вообще взялся за написание Тафсира, тогда как кроме него уже сколько десятков Тафсиров есть, как он построил свой Тафсир, что он или на что он собирается обратить большее внимание в своем Тафсире, допустим, на языковые аспекты, или на аспекты именно фихийские, или на аспекты, допустим, вероубеждения, или на что. То есть, описывает обычно в муходдимах автор свой мангач. Иногда, иногда автор не описывает этого муходдима, но описывает это в разных частях своего Тафсира. То есть, если ты его Тафсир почитаешь, то в разных частях ты увидишь его мангач именно в описанном виде, то есть он на него указывает. И это одна из целей моих написания этого Тафсира. Или это одна из целей, почему я этот Тафсир написал. Или пишет, ограничимся в Тафсире этого аята тем, что приведем лишь некоторые из постановлений фиха. Потому что не было моей целью писать этот Тафсир для того, чтобы глубоко разъяснять вопрос о фихе, который упоминается в этом аяте и тому подобное. То есть, из этих вот уже разбросанных мест в Тафсире ты можешь определить, какой мангач у этого муфасира в этом конкретном Тафсире. Это первый путь. И из этих Тафсиров, которые упоминают свой мангач конкретно в своем Тафсире, можете отметить Тафсир ибну Касира, также Тафсир Аль-Куртуби и Ибну Хайяна Аль-Андалюси. Ибну Хайяна Аль-Андалюси, который известен так же, как Абу Хайян. То есть, он известен как Абу Хайян, так же, как Ибну Хайяна Аль-Андалюси. Его Тафсир называется Аль-Бахру Аль-Мухид. Аль-Бахр Аль-Мухид. То есть, языковой Тафсир. Именно, который, что называется, большее внимание обращает на языковую сторону, на языковые аспекты Кур'ана. Значит, вот эти Тафсиры мы перечислили для чего? Ибну Касир, Куртуби, а также Ибну Хайяна Аль-Андалюси. Потому что их авторы указали на свой мангач. Сами же указали, что они имеют в виду, и как они хотят построить свой Тафсир, для чего они его написали, и тому подобное. Какие цели они преследуют. Теперь, если такого нет, то есть, в Тафсире не указан мангач, сам автор своего мангача не указывает, то, как он написал Тафсире, для чего, и так далее. То есть, для этого второй путь. То, что называется Аль-Истихра. Аль-Истихра, то есть, глубокое изучение Тафсира. То есть, когда приходит какой-либо конкретный ученый, какой-то конкретный имам, берет какой-то конкретный Тафсир и изучает его от виду, читает его, во-первых, и не ограничивается просто на чтении, но делает вывод, делает общее обозрение этого Тафсира. Смотрит его, анализирует его, исследует его. Что хотел человек тем, что он писал этот Тафсир, как он его написал и тому подобное. И, как известно из Тихра, вот это вот исследование какого-либо предмета или какой-либо книги бывает двух видов. Либо там Ахлаби, то есть, либо полноценные, полноценные исследования, либо полноценные, либо исследования неполноценные, но Ахлаби, то есть, почти все он исследовал. А бывает Истихра-Нафс, частичный. Человек взял Тафсир, почитал немножко здесь, почитал немножко с середины, почитал немножко с конца, посмотрел примерно, пролистал. Это называется как? Истихра-Нафс, то есть, неполноценные, неполноценные исследования и неполноценные анализы. Так вот, мангач Муфастера разрешается выводить и о нем говорить только на основании первого вида. То есть, либо ты делаешь полноценные стихра его книги, либо адмоби, по большинству. Тогда ты имеешь право говорить о том, какой мангач этого Муфастера в его автофсии. Если же твой стихра только напис, то есть, ты его просто пролистал, где-то остановился, что-то прочитал и тому подобное, то каких-то полноценных выводов ты из этого делать не имеешь права. По крайней мере, для других людей. То есть, если ты делаешь их для себя, какие-то выводы, то озвучивать их для других людей, как утверждение того, что это и есть мангач Муфастера в этом его автофсии, это не является правильным. Вот это вот усвоили или нет? Это первый момент, который необходимо было сегодня понять. Значит, что мы здесь усвоили? Две вещи. В первом пункте мы усвоили сразу две вещи. Во-первых, что это за отрасль, или что за такая поднаука, которая называется мангач Муфастеров, и для чего она нужна. И второе, какой путь, то есть, какой путь для того, чтобы определить, какой мангач каждого конкретного Муфастера в его автофсии. И, как указали, таких путей два. Теперь далее, следующий пункт.